Дорогие наши зрители, сегодня мы вышли на корабле из Бахрейна, из его столицы города Манамо и отправляемся в загадочный Дубай. Ну понятно, что в наши времена этот Дубай уже давно не загадочный, уже там побывало миллионы россиян. Для нас была загадка и, по-моему, где-то я уже говорил, что мы, честно говоря, никогда в жизни и не планировали там побывать. Ну вот как-то не планировали. И так получилось, течение обстоятельств, плюс какая-то непонятная мечта Аллы Кошки. Да, я вдруг решила, думаю, а почему бы нам туда бы и не слезли? Она решила мне сделать такой вот непонятный подарок. Да, я не хотел, честно не хотел. Ну хочу забежать вперед, ему очень понравилось. Ну, ты зря забегаешь вперед, потому что я еще не сформировал свое мнение. Да, может быть, мне не понравилось. Но не будем, да, забегать вперед, потому что вот он Дубай. Посмотрите, какие интересные съемки. И вы видите такой шпиль, штык торчит. Это самое высокое здание на планете Земля. По крайней мере, в настоящий момент ничего больше еще не построили. 800 с чем-то там метров. 838, по-моему. Как называется? Буржахалиф. Вот эти съемки, смотрите, какие интересные. Когда наш корабль сейчас разворачивается в порту и все эти небоскребы проплывают в такой легкой туманке. Я обычно так долго кадры не ставлю. Ну, стараюсь две, три, ну, четыре секунды. А здесь, я не помню, секунд 15-20. Мне очень понравилось. Смотрите, как интересно вот все это набегает. Мы, наш корабль прям разворачивается. Узкий-узкий такой порт. И наш огромное кораблище, да, лайнер, размером, по-моему, если не ошибаюсь, 300 метров длина его, он крутился на одном месте и вставал в порту Дубая. А мы с замиранием сердца стояли на верхней палубе и смотрели, что нас ждет впереди. И вот мы бежим к контрольно-пропускному пункту, потому что тоже было неожиданно, да, нам почему-то сказали, возьмите свои паспорта. Хотя мы в Дубае-то уже были. Мы были в Дубае, то есть мы прилетели на самолете, нам поставили штампик. Ну, в общем, такой порядок и не нам о нем судить. Значит, почему мы поехали на такси? Ну, вы видите, да, что на легковой машине. Там были автобусы двух видов. Там были автобусы бесплатные, но очень большая была очередь. И были платные автобусы, такие двухэтажные, как во всех городах мира туристических. Садишься и катаешься там на них. Очень дорого, что-то там... Да, там очень дорогая была. Не помнишь? Нет, сейчас не помню, но очень дорогая. Да, ну, если надо, мы узнаем. Вот. Ну, у нас был куплен билет еще из Москвы, в Бурш-Халифт, на это самое высокое здание. И мы посмотрели по времени, мы очень боялись опоздать, а потому что там нам сказали большие очереди. И мы сели в такси, договорились с молодыми ребятами из Германии... Пополам. Пополам. И отправились. Сколько примерно такси стоило? Ну, где-то 600 рублей. 600 рублей на всех. И вот мы добрались до центра Дубая, который называется Дубай Молл. И здесь же стоит самое большое здание, ну, на сегодняшний момент, Бурш-Халифа. Высота 828 метров. Это здание, я думаю, видели практически все в мире, потому что она растиражирована миллионами тиражей, конечно же, в интернете, фотографии, видео и так далее, и так далее. Ну, не знаю, у нас были споры, да? Идти, не идти, туда подниматься, подниматься. Да, идти, не идти, потому что дорого. Сколько? Не помнишь? Ну, сейчас уже так не помню. Тысячу рублей или полторы? Да нет, полторы, наверное, около этого. Тысячи две, что ли? Да, заказывали мы это в онлайн-интернете в Москве еще. Прямо из Москвы, по интернету, ничего сложного нету. Заходите, Бурш-Халиф набираете в интернете, выскакивает сайт, на сайте там все понятно, есть переводчик на русский язык. Почему мы мучились идти, не идти? Ну, вроде как, ну, что мы там наверху увидим? Ну, а с другой стороны, приехали в Дубай и не посмотреть это здание. В общем, мучились, 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 хотя мы, как говорится, очень экономно старались к деньгам относиться, но все же пошли. Итак, мы пришли на место, там мы показали в телефоне такой квадратик, люди более молодые скажут, что это такое, когда билет покупаешь, нам прислали такой квадратик. Далее нам этот квадратик, девочка считала этот квадратик, штрих-код, да, такой, и выдала нам бумажные билеты. Где-то час примерно движешься до вот этого места, где лифт. Потом заходим огромной толпой, я думаю, Голливуд еще выпустит фильм ужасов на эту тему, потому что, конечно, страшно. Едешь, наверное, где-то минуту-полторы, на стенах проецируются такие картины, какое высокое здание. И вот мы наверху, на самом высоком здании. Здесь две основных смотровых площадки, Алла, не помнишь, какую там, 125-й, что ли, этаж, да? Да, 124-й, 125-й и, по-моему, где-то 150-й. Смотрите, самолет летит, и вон наш корабль стоит, вон он наш Аида Прима, как интересно. То есть с этой высоты можно, ну, если не все Эмираты, но Дубай точно со всех сторон можно увидеть. И четко видно, какой огромный труд здесь провели рабочие, что вот так вот в пустыне построили такое огромное количество небоскребов. Что мы еще хотели сказать? Ну, во-первых, нам повезло с погодой, да? Да. Представляете, какая погода? Яркое солнце, чистое небо. Потому что многие рассказывают, что, ну, вот не повезло. Представляете, отдали там по 2000 рублей. А была просто дымка. Да, поднялись наверх, а все вокруг в тумане. Конечно, мечтали отсюда снять закат солнца. Говорят, потрясающе красиво. Но раз на раз не приходится. Можно снять закат солнца, а можно и ничего не снять абсолютно. И, как говорится, деньги будут выпущены в пустую. А вот видите, я иду там тоненькое-тоненькое такое стекло. И я иду по это самое, по стеклянному полу такое. А подо мной Дубай. Очень страшно. Тут я где-то в одном месте наступлю, и начнут стекла трещать. О, смотрите, ужас. Я не знаю, как вы, дорогие мои зрители, а я, например, очень серьезно говорю, очень боюсь высоты. То есть у меня какое-то чувство с детства, жуткого страха. У меня все сжимается. То есть вот когда я здесь хожу внутри здания вместе с людьми, ну, нормально. Вот так вот. А когда вот выглядываю туда, у меня прям мурашки по всему телу. Периодически вот тут, видите, внизу огромный искусственный пруд. И там вечером, в 18, да? Да, с 18 часов будет потрясающий фонтан. Мы с вами туда, да, мы с вами обязательно туда пойдем, я вам все расскажу и покажу. Ну, вот периодически проводили какую-то репетицию. И можно было сверху увидеть и днем. Да, ну, я думаю, что просто, наверное, чистят людей, которые занимаются фонтанами. Они чистят их, ну, и проверяют, включают воду, чтобы посмотреть, чтобы к вечеру мы, все зрители, которые прибыли в Дубай, остались довольны. Вообще в Дубае все сделано для того, чтобы все были довольны. Очень сильно они ориентированы на туристов. Это отражение в таком стеклянной поверхности. Сейчас мы спустились на этаж ниже. Я могу ошибаться. По-моему, мы были на 125-м, спустились на 124-й. Здесь открытое небо. А сейчас я снимаю маленькой камеры сквозь стекло. То есть, вот, смотрите, камера моя висит. Ой, как, для меня, вот, я, когда вот эту, смотрю эту картинку, я представляю, какой ужас для тех людей, которые строили этот дом. То есть, вот, когда еще не было вот этих вот окон, когда не было, ну, ничего не было, да. И вот они вот им висели на открытом воздухе. Я не представляю. Вот опять наш корабль. Опять там внизу репетиция. Мы смотрим. Классно. Там вообще очень красиво. Да, фонтаны. Я не представляю, как там делают так, что вода постоянно голубая. Здесь же жара. Тут летом, представьте, погода, температура в 40-45, это стандарт ежедневный. И 50-е выше иногда бывает. Представляете? Даже говорят, строители не работают летом. Летом, да. Когда такая, ну, невозможно работать. А вот сейчас вы видели, кстати, я разговаривал с мамой. Ну, у меня же был день рождения, и отсюда получилось дозвониться. Потому что очень высоко, и я очень громко кричал, и до Москвы смог докричаться. Вот. И передал маме привет, она мне еще раз поздравила с днем рождения. Ну, все, посмотрели, и идем. Идем обратно. Стоит или не стоит вам сюда подниматься, Алла? Нет, это каждый решает сам. Каждый решает сам? Мы как бы поставили галочку, да, мы посмотрели. Мы посмотрели даже не больше для себя. Вот Алла мне это рассказала, говорит, ну, вот когда я жадничал, и говорю, да что, мы же ничего не увидим. Алла говорит, давай. Ведь зрители ждут, они спросят. Нет, мы потом скажем, где можно посмотреть даже лучше. Ну, ладно. Тш-ш-ш-ш. Это секрет, это никому не рассказывайте. И бесплатно. Это только для зрителей моего канала. Дорогие наши зрители, мы отправляемся с вами на прогулку по самому крупному в мире торгово-развлекательному центру Дубай Моу. Ну, это очень большой магазин. Сейчас, ну, по крайней мере, в Москве это совсем не удивительно. У нас в Москве, по-моему, чуть ли не у каждой станции метро есть свой мол. Конечно, не такой большой, раз это самый большой в мире. Ну, все равно большие магазины, кинотеатры, рестораны, кафе, фонтаны, все там внутри, все есть. То есть нас сейчас этим не удивить. Я как мужчина, даже так скажу по-другому, я как нормальный мужчина, ненавижу магазины. Ну, поймите меня правильно. Если верить статистике Ютьюба, у меня среди моих зрителей 40% мужчин, 60% женщин. Ну, это так Ютьюб дает. Вот. Хотя бы 40% моих зрителей меня поймут. Магазины – это ужас, ужас. Я в магазин забегаю только за конкретную вещь, за конкретным товаром. Мне сказали купить килограмм огурцов и 2 килограмма картошки. Я забежал, схватил и выскочил оттуда. 2 минуты максимум потратил. Ну, и также магазин, где там продают ботинки, джинсы и так далее. Вот. Но, так как у меня 60% зрителей женщины, хоть и 8 марта уже прошло, дорогие мои женщины, ради вас я согласился, грустно понурив голову, идти следом за Аллой, прогуляться по этому огромному-огромному магазину. Ну, так же скажем честно, что, конечно, мы его весь не обошли. Это невозможно, ну, и это неинтересно, это скучно. Зачем? Вы сами приедете, кто сюда приедет, сами посмотрите. В основном, все наши вот эти проходы, пробеги по магазину, они шли с какой-то конкретной целью. Кстати, мороженое мне показалось очень дорого. Если вот на наши деньги перевезти, на русские, примерно 400 рублей. И мы не купили. Что-то посмотрели, посмотрели, 400 рублей, а 2 мороженых 800. Не, сказали, мы там приедем домой купим. Ой, я сбился с мысли. В общем, короче, для вас, мои дорогие зрители, особенно женского пола, мы продолжаем прогулку здесь по этому магазину. И я, а, вот вспомнил, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что мы шли все время по какой-то цели определенной. То есть мы шли, искали бурдж-халиф, да, шли по молу. Это все здесь находится, все в одном месте. Смотрите, вот поздравляет там какого-то мальчика день рождения. И собралась, я так понимаю, вся обслуга этого кафе такого, кафе джунглей, ресторана. Кстати, посмотрел цены в этом ресторане. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В общем, мы хотели взять сначала, давай возьмем по кофе или там по чайку. И вот в этой красивой, интересной джунглевой обстановке попьем. Посмотрели цены, сказали, ладно, чай мы на корабле попьем. Ну, я напоминаю, те, кто смотрят просто этот фильм, несмотря предыдущие. Здесь у нас на Персидском заливе проходил круиз на корабле Аида Прима. Вот, мы шли все время по какой-то цели. Или бурдж-халиф шли, или шли, искали аквариум, об этом дальше будет рассказ. Или мы шли, искали, где выход к фонтанам, об этом будет тоже мой отдельный рассказ дальше. Вот, замечательный, большой, красивый, просторный магазин. Я думаю, что для местных жителей это просто вообще великолепный подарок. Почему? Представьте, летом плюс 40, плюс 50, на улице жара, а еще песчаные бури. А пришел сюда, это целый город. Водичка, прохладно, мощные кондиционеры работают. Можно посмотреть какие-то маленькие шоу, покушать. Здорово. Здесь вот постоянно, насколько я понял, выступления происходят, всевозможных маленьких групп артистов, циркачей и так далее. Мне вот что понравилось, такой любопытный факт. Вот гимнастка, посмотрите, выступает, насколько у нее есть скромный наряд. Вот, видно, что специально для Дубая сделали такой наряд. Потому что, если бы она выступала где-то, не знаю, там в Праге или в Берлине, или даже в Москве, она была бы в купальнике. Особо мне интересно было наблюдать за зрителями. Это было даже интересней, чем за самим представлением. Было очень любопытно, как местные женщины смотрят, местные мужчины. Все стояли с огромным количеством смартфонов и снимали, снимали, снимали. Мужчины нервно двигали подбородком. А женщины перешептывались. В общем, мол, это то место, тот центр Дубая, куда приезжают, ну, все, абсолютно все туристы. И сюда их и привозят. Даже, а те, кто не приезжает, а, например, едут в какую-то экскурсию, на автобусе их все равно сюда привозят. Здесь центр всего. Смотрите, какое интересное кафе. Я так понял, японское кафе. Все блюда там делают, ставят в тарелочки. И они двигаются по кругу. Садишься и выбираешь, кушаешь. Классно. Что мы посмотрели в Дубае? И что, соответственно, мы... Не в Дубае, прошу прощения. Что мы посмотрели в Дубай Мол? Что вам советуем? Вот тут фанаты Звездных войн, тут пищать от восторга будет. Что мы посмотрели, что советуем вам? Бурдж-Халиф. Ну, конечно, прогуляться здесь, посмотреть. Кто хочет перекусить, покушать. Это обязательно аквариум. Мы сейчас с вами туда пойдем. Большой, огромный. Один из самых больших аквариум мира. Обязательно сходим, посмотрим. Я вам покажу, сделаю фильм. Вот. И вечернее шоу фонтанов. Цветомузыкальное шоу фонтанов. Оно начинается в 18 часов. После этого мы вместе с вами пойдем туда. Вот здесь это шоу происходит. Мы сейчас вышли в такой внутренний, так скажем, двор. Дубай Мол. Я уже там вот так устал в этом магазине. Алла посмотрела, меня пожалела. Ладно, пойдем воздухом подышим. Вышли бы с этого магазина, я был счастлив. Потому что солнышко, птички поедут. Классно, люди гуляют. Вот. Сейчас людей еще мало. Ближе к 18 часов тут будет часов, да, тут будет просто очень много людей. И все самые интересные, красивые и лучшие удобные места для просмотра фонтанов будут, к сожалению, заняты. Вот. Ну а что, пойдемте посмотрим знаменитый аквариум Дубая. Дорогие наши зрители. И вот мы возле аквариума. Одного из самых больших аквариумов в мире. Надо, кстати, в интернете посмотреть, а какой самый большой. Потому что в одном месте я нашел написано самый большой, в другом написано один из самых больших. Ну, это пусть, как говорится, ученые высчитывают объемы, литры и так далее. Этот аквариум, да, кстати, вот в одном месте написано аквариум, в другом месте написано океанариум. Вот. Ну, опять, не знаю в чем разница. Наверное, океанариум, что океанские рыбы там водятся. Огромное количество здесь акул, скатов. Видите, даже окологисты плавают. Объем этого аквариума 10 миллионов литров воды. Я такого даже представить не могу. 10 миллионов. Пытался, пытался. У-у-у, ничего не представляю. И вот это вот огромное стекло, сейчас перед которым мы стоим. Я нашел его размер. Сейчас я вам зачитаю. Вот это самое большое стекло. Оно 33 метра на 8,5 метров. Представляете? Огромное стекло. Какая мощь воды за этим стеклом. Ой, елки-палки. Я даже не представляю. Это гениальное, конечно, огромное техническое решение. А размер самого аквариума 50 на 20 на 11 метров. Ну, такой примерный размер. А может быть и это точный размер. Примерно 33 тысячи видов рыб и морских животных здесь обитают. 400 акул и скатов. Представляете? Елки-палки. А вы знаете, что толщина стен какая? Вот мы смотрим сейчас, да, камера снимает, ну, вроде как тоненькое стекло. А я вам сейчас скажу, какая толщина стен. Специальное акриловое такое стекло. Толщина стен, только представьте сейчас, 75 сантиметров. Ну, чтобы вы могли понять, 75 сантиметров это, ну, это почти, почти метр, да. Вот руками руки так разведите в стороны. Вот это такое стекло. Ну, слава богу, потому что такой объем воды как выдержать. Я не буду здесь все рассказывать, всех параметров. Не буду рассказывать, называть все цены, сколько что стоит. Об этом я внизу в комментарии под фильмом напишу. Потому что там много всяких программ, которые стоит посмотреть. Из недостатков, что бы я сказал. А почему я говорю из недостатков? Потому что я сам лично видел очень много аквариумов. Ну, 10 таких же больших, как этот, примерно 10. Это начиная от Москва, Астана, огромный аквариум в Норвегии видел, в Португалии, в Барселоне. Очень много вот таких больших аквариумов, тоже с такими вот огромными туннелями, по которым можно пройти. Ну, то есть, для меня это не новость. Ну, конечно, интересно. Это захватывает. Это, знаете, как, когда приходишь в зоопарк, возле клетки с обезьянами, самое большое количество людей стоит. Везде там по 2, 3, 5 человека. А там, где обезьяна, там вообще пол зоопарка посетителей стоит. Так и здесь. Везде люди стоят, фотографируют, показывают пальцами. Потому что, когда проклывают огромные вот эти акулы, зубастые такие, скаты такие по 3-4 метра. У них вот эти вот, их крылья бабочек таких, да? Это, ой, потрясающе. Конечно, интересно. А детям как это здорово, любознательно. Здесь проводятся занятия для школьников, для студентов. Здесь можно получить сертификат для аквалангистов. Можно поплавать, снять кино о том, как ты среди акул плаваешь. Вот на такой вот лодке со стеклянным дном можно поплавать. Все цены я укажу внизу, в долларах, ну, чтобы все могли понять. Не уходите далеко. Мы идем дальше. Дорогие наши зрители. Сейчас я вам хочу рассказать о очень интересном районе Дубаев. Вот я выделил его таким темно-синим цветом. Это Дубай Крик. Когда я раньше смотрел на карту, я, честно говоря, думал, это искусственный канал. А оказывается, вот то, что вы сейчас видите, такая как река, да? Это не река, это морской рукав. И он естественного происхождения. Его длина порядка 14 километров. Сложно сказать точно, потому что в настоящий момент проводятся работы по его удлинению. И, возможно, скоро карта Дубая изменится, потому что есть план удлинить его там на 5, 7, 10 километров. Там, где этот рукав впадает в Персидский залив, как раз там находится, ну, практически там, именно в этом месте находится порт. И наш лайнер там стоит. Кстати, когда мы приехали сюда, мы добрались на такси, потому что, ну, от лайнера, ну, никак нельзя было добраться там на автобусе. Ну, или очень далеко. Поэтому мы взяли такси и поехали. Таксист нас что-то крутил, вертел. А когда мы приехали, мы голову повернули и увидели верхушку нашего лайнера. То есть, если бы шли напрямик, ну, если была бы такая возможность, там, я думаю, наверное, километр примерно от нашего лайнера до места впадения вот этого морского рукава. Что самое интересное я вам хочу рассказать? Ну, первое, это не просто там интересная такая водная прогулка, интересное место Дубаев. Это место, откуда Дубаи начались. Именно здесь началось создание города Дубай. Именно на его берегах появились первые постройки. Здесь были сначала хижины рыбаков и искатели жемчуга. Потом появились уже торговые дома, мореходные компании. Появились храмы, мечети. Сюда стали заходить корабли. Сначала маленькие вот такие лодки. Вот эта лодка, которую вы сейчас видите, такие малюсенькие, это называется лодка Абра. Это традиционная, классическая арабская лодка. Ну, вот этот вот такой трамвайчик, это уже, конечно, современное создание. На нем возят туристов. Через этот рукав есть три моста и туннель. Потому что на одном стороне находится город Дубай, который называется Бур-Дубай. Это на западе, это такой современный сейчас город. И Дейра на востоке. И самое интересное, что я в самом начале хотел сказать и упустил. Здесь можно совершить самую недорогую экскурсию в Дубай. Знаете сколько? Как вы думаете? Вот то, что мы с вами вместе сейчас проплыли. Не поверите. Всего один дирхам. Один дирхам. На русские деньги, например, это примерно 20 рублей. Представляете? Один дирхам. То есть это лодочки используются, как маленькие такие автобусы, на которых местные жители переправляют с одного берега на другой. Туда-сюда, туда-сюда они снуют. Лодка наполняется, сколько там, не знаю, человек 15-20 вмещается. Все сдали по монетке один дирхам и переправились на ту сторону. Там походили, погуляли, опять дали монетку один дирхам, переправились на другую сторону. Здесь есть и экскурсии специально для туристов. Очень дорогие. Вот здесь, кстати, женщины сидят. Судя по нарядам, я понял, что это индийские женщины, и они молились. А вот здесь мужчины, такая очередь, моют все руки, посмотрите, и стоит мечеть. По-моему, был какой-то праздник, а может быть, было просто пятница. Ну, пятница тоже для мусульман праздник. Что я хотел сказать? Так вот, если вы пойдете по пути, по такому пути, как идут все туристы, возьмете экскурсию для туристов, вам это обойдется, вы не представляете. Вам это обойдется в 30, 50, даже 100 долларов с человеком. Представляете? И можно отдать всего один дирхам. 20 рублей. И провести незабываемую экскурсию. Дорогие наши зрители, быть в Дубае и не искупаться в Персидском заливе, в море, ну, это просто было бы грешно. Вот посмотрите, с желтеньким мы выделили пляж, куда мы решили поехать искупаться. А рядом знаменитый отель Парус, как называют его в России, и вообще Бурж-Аль-Араб этот отель называется. Я не знаю, как сейчас, раньше писали, что это единственный в мире отель 6 звезд. Отель реально дорогой, очень дорогой, ну, катастрофически дорогой, поэтому нас даже внутрь и не пустят. Итак, мы вышли на станцию метро, специально я вам пишу название. На что обращаем ваше внимание? Вот такая карточка, вы видите, наша хруха, серебряная карточка для общественного транспорта. Обязательно на выходе приложить ее, иначе что произойдет, Алла? У вас не штраф будет. Нет, штраф. Нет, даже не штраф. С вас спишут максимальное количество денег, возможность к списанию в метро. То есть вы, например, истратили полтора дирхана. Дирхана или как? Дихрама. Да. А сразу спишут 8 или 9, сколько можно максимально списать в метро. Итак, мы на самом знаменитом, самом популярном пляже Дубая, но нам не повезло. Посмотрите, ветер был сильнейший, шторм, и висят везде красные флаги. Купаться запрещено. Ходят везде спасатели, гоняют. Ну, единственное, вы видите, людей, да, это только с досками. С досками у них нога привязана к доске, и как спасатели нам пояснили, мы им разрешаем, потому что тело найти легко, потому что доска привязана. Да, ладно. Ну, примерно так они сказали. Здесь еще у всех был праздник, поэтому... А был... Пятница была, по-моему. Наверное, пятница. Посмотрите, и я так понимаю, молодые ребята, выйдя из мечетей, да, пришли сюда посмотреть на русских девчонок, которые купаются, бегают в купальниках. Если прижаться к песку очень плотно, да? То тепло. То тепло. Ну, чуть приподнялся, ветер такой с песком и такой холодненький. И это место одно из самых популярных мест для селфи, для фотографий девчонок со всего мира. Все девчонки, которые были в Дубае, что делают? Приезжают на этот пляж или соседний, чтобы на заднем плане был парус. Я такая красивая, море, пляж и парус. Ну, мы тоже так же сделали. Ну, не, не... Вот, вот, да. Вот, мы не так. Не, во-первых, мы бабушки, дедушки, да. А во-вторых, мы не умеем так красиво стоять, как девчонки. Да. А вон, ребята, посмотрите, у них же праздники. Они там с каким-то музыкальным инструментом, даже с микрофоном. Вот, 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 вот я вам показываю, что делают все девчонки мира, особенно из России. Вот так вот, красиво. А ребята сидят, они только что из мечети вышли, они сидят, у них это самое... Любуются. Любуются, да. А что делали? И я любовался, да. Реально красивая девчонка. Ну, в общем, нам не повезло, мы здесь не искупались. Мы ноги помочили в персидском зале. Ноги помочили, но не искупались. Ну, все впереди, не уходите далеко, мы еще искупаемся. Это секрет. Дорогие наши зрители, и вот мы решили сходить в Венецию. Так в народе, в туристическом народе, по крайней мере, точно, называют место, куда мы с вами направляемся пешком. Такси дороговато, а идти пешком примерно 2 километра. И мы, тихонечко, не торопясь, пошли в сторону отеля Джумирайш. Джумирайш, да. Мина Асалам. Это огромный комплекс отелей, вилл, рынок. Ну, и все, что сопутствует для отдыха богатых людей мира сего. Почему говорю богатых? Потому что цены здесь очень высокие. Вот это ребята, помните, мы вам рассказывали о них в Бахрейне. Мы с ним познакомились на нашем лайнере Аида Прима. Они из Украины. И мы иногда проводили вместе время или экскурсии. А здесь абсолютно случайно. Случайно с ними встретились. Случайно встретились на пляже, очень обрадовались. Вот. Кстати, они были здесь второй раз, да? Да. Им понравилось. Понравилось. Не, мы сюда и так направлялись. Да, ну вот. А вот Алла Кошка, посмотрите, вот так она меня чуть не изменила. О, смотрите, нашла себе мужчинку. Ну, я повыше, повыше. А сколько здесь всякого парфюма. Ну, в отличие от классического французского парфюма, где там смешивают 50-70 ингредиентов, да? На Востоке парфюм, он более такой конкретный. Вот он, ну, ничего не мешает. Там такие естественные краски, естественные запахи. И они его любят, этот парфюм. Ну, это на любителя. Он такие, с моей точки зрения, запах довольно-таки резкий все же. На что это похоже? Это огромный комплекс, прорытые вручную каналы. Огромное количество ресторанов, вилл. Цены здесь, ну, от тысячи и более долларов в сутки. Ну, дорого все. И в том числе очень дорогие рестораны. Мы посмотрели меню, ну, поняли, что чаек даже пить тут не будем. Вот, Алла-кошка привязалась, как и пацана. Да, я говорю, а я хочу на лодочке, а я хочу на лодочке. А Вова говорит, нет, дорого. Я говорю, нет, давай все-таки раз бываем здесь один раз, то надо обязательно попробовать. Вот вы все там часто пишите нам такие комплименты. Вот мы такие прям вот вообще не ругаемся. Я такие прям, ё-моё, да? Не-е-е, все как у людей, как у нормальных людей. Переругались тут. А потом Алла-кошка говорит, нет, ну, у тебя же день рождения было. Я говорю, все, давай, вот мы купили билет. За мои деньги, да, за мои деньги. За мои крови. Да, да, за мои, ладно. Я говорю, ладно, за твои. Кстати, до сих пор не отдала. Да нет. Не отдала, нет. Сколько стоит, мы сейчас вот думали, думали, вспоминали, вспоминали. Где-то 1300. Алла говорит, я так думаю, это один билет. Алла говорит, полторы тысячи, а мне почему-то такое ощущение, что чуть ли не 50 долларов с человеком. Нет, 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 нет. 1300 где-то вот так. Показалось очень дорого. Если кто помнит, напомните цену, мы и для всех зрителей напишем. А здесь, видите, в отеле какая-то вечеринка такая большая. Может быть свадьба, может корпоратив. Ну, молодые девчонки, молодые ребята. Не знаем, что такое. Нас туда не пускали. Мы как-то пытались туда пройти. А у нас вышел такой огромный негр-охранник и сказал, Ну, и мы развернулись и пошли обратно. Стоит или не стоит вам проехаться на этой лодочке? Если у вас есть средства для этого, конечно, стоит. Замечательная поездка. Если у вас нету средств на эту лодочку, и вы экономите, и вам нужно что-то купить, например, и вы оставили эти деньги для другого, посмотрите мой фильм и не езжайте. То есть вы много не потеряете Практически все, что вы сейчас видите в моем фильме Что мы видим с лодочки Ну практически все можно увидеть И гуляя пешком по этим аллеям Потому что он отель Нет, ну сюда конечно не пускает Сюда не пускает, да, это закрытая территория Но он настолько однообразный отель Вот серый вот такой бетон Такой арабский, классический арабский стиль Тысяча одна ночь Что посмотреть налево, что посмотреть направо Что обернуться назад По большому счету картинка не меняется И я вам честно скажу Почему я согласился Я сдался под адским напором аллы кошки Поехать на лодочке Я вам сейчас объясню Вот видите вдали парус И мы когда туда пошли Там мостик и потрясающая панорама на этот парус Отель парус Но туда, именно прям туда не пускал Тоже охранник не пускал Говорит нет Вот мостик впереди Он не пускал А мне очень хотелось посмотреть Как вот это выглядит парус на фоне Вот этого красивого водоема Я говорю ладно Вот в это место мы вплыли Куда в принципе я хотел попасть Ну немножко так легкое разочарование Я думал что тут Ах, ах, ах Да, тут прям какие-нибудь гейши будут танцевать восточный танец Вот с такими красивыми животиками, пупочками Оказалось ничего нет Ничего не да Мы возвращаемся обратно через рынок Огромный рынок Цены здесь конечно дороже чем на таких народных рынках Ну сами понимаете Когда люди отдыхают по 1000 долларов тратят за ночь И рыночек поднимается Вот в ценах Вот Но место изумительное Погулять с семьей, с детьми А рядом чуть не забыли Огромный аквапарк Мы туда не пошли Вилт Вади Самый большой аквапарк в мире Не уходите далеко Дорогие наши зрители Сейчас мы с вами немножко прогуляемся по вечернему Дубаю И однократно я вам говорил Еще раз повторю Если вы где-то в каком-то городе находитесь Обязательно сделайте как минимум две прогулки Прогулку по дневному городу и по ночному Это два разных города Это очень интересно У меня не было какой-то особой цели Снять вечерний Дубай И тут съемки наверное с двух дней А может быть даже с трех вечеров Просто когда мы прогуливались вечером на закате дня Я немножко снимал И вот смонтировал фильм Поэтому не обращайте внимания Что мы немножко перемещаемся в пространстве И освещение здания разное Один раз снял На следующий день в другое время снял В другом месте Цель какая у нас была? Мы с вами вместе уже побывали На самом высоком здании мира Бурж-Халиф Вот, а мы услышали, что не меньше впечатлений Не меньше вот этих таких восторженных ощущений От Дубая можно получить Побывав на крыше одного из этих небоскребов Их здесь очень много Там от 30, 40 и выше этажей И мы получили такую, так скажем, наводку На одной из таких зданий Куда можно подняться свободно Там находится ресторан, бар И оттуда можно поснимать Вот смотрите, какой интересный фонтан Я такого никогда в жизни не видал Точнее, фонтан Это больше, как скажем, водопад Ну, фонтан, водопад, наверное, да? То есть на мост закачивается вода И оттуда струи падают вниз Подсвечиваются Очень красиво Мы поднимаемся на 43 этаж Отеля Шератон Который находится на главной улице Шейхзайет Недалеко от станции метро Дубай Моу Буквально там метров 500, наверное Вы легко найдёте на карте Задайте поиск и увидите Ну, кто не смог найти Напишите, я вам дам указание Или адрес GPS Или адрес такой географический На крыше есть бассейн У нас даже было желание искупаться Но мы просто не планировали Хотя рядом сидел мальчик У него там было полотенце Я думаю, если бы мы попросили Может быть, он нам полотенце дал Дети, купайтесь Солнце очень быстро убегало за горизонт Я не знаю, почему с такой скоростью Обычно так быстро Солнце садится в горах Но здесь тоже прям стремительно Мы попали в самое-самое то время Которое я и хотел Весь горизонт был розовый А вот тут внизу вы видите Тот старый Дубай Где стоят ещё невысокие Двух-трёхэтажные дома И, в общем, разительно Отличается от Дубая современного Где вот такая вот Широченная улица Где огромное количество машин И небоскрёбов Смотрите, как красиво Как здорово Конечно, я больше люблю Поля, луга, просторы Природу Конечно, больше Но мы с вами находимся в Дубае И, конечно, как не снять Вот такую вот и красоту Творения рук человеческих На ровном месте В пустыне Рабочие руки С многих-многих стран мира Построили Такой интересный Живой город Очень быстро темнеет Это прямо вот съёмки В начале фильма И в конце они отличаются Ну, там, 30-40 минут Практически настоящая ночь Наступила За столиками сидело Очень много людей И было нам Немножко даже неудобно Потому что, чтобы снять Вот эту всю красоту Приходилось стоять Ну, и немножко нарушать Их интимное спокойствие Рекомендую это место Для тех, кто хочет сделать Какой-то романтический подарок Например, своей девушке Очень красиво Очень романтично и интересно А мы возвращаемся в Дубай Мол Будем сейчас с вами смотреть Знаменитые фонтаны Не уходите далеко Дорогие наши зрители А сейчас я поведу свой рассказ О том шоу О том месте, где Сосредоточено Ну, самое, наверное, интересное Что есть в Дубае Ну, сложно-то говорить Потому что могу обидеть Другие районы Дубая Ну, по крайней мере Тут, куда ни глянь Везде книга рекордов Гиннесса Они очень это любят Я не удивлюсь Если через несколько лет Пол книги рекордов Гиннесса Будут где-то здесь Именоваться в Дубае Итак, световое шоу Или лазерное шоу Я бы скорее сказал лазерное Потому что все вот это То, что вы видите Это лазерными лучами Оно уже записано В книгу рекордов Гиннесса Если не ошибаюсь Во время встречи Нового года 2018 Это шоу попало В книгу рекордов Гиннесса Как самое большое Тут по количеству там лучей По количеству квадратных метров На котором осуществлялся эта проекция Ну, здесь благодатная почва Тут самое большое здание в мире Бурж-Халиф Рисую на нем, не хочу Плюс рисует на соседних зданиях Этим лучами Плюс иногда работают одновременно И фонтаны И на фонтанах На водяных брызгах Ну, чудеснейшее зрелище Вы знаете, потрясающее До мурашек А ведь, кроме того Что вот это зрелище Оно приятное глазу Оно приятное и ушам Звучит Звучит шикарная Классическая музыка Или шикарные песни Причем тут просто так музыка не звучит Тут музыка звучит Тех исполнителей И та музыка, которая Заслужила любовь к миллионам людей Для меня было Очень удивительно И в какой-то мере приятно Что здесь звучит Иногда Я не слышал Но я увидел на официальном сайте Что звучит Песня Аллы Пугачевой Сейчас, если не ошибусь Скажу Что-то там про любовь Алла Борисовна Пугачева Любовь похожа на сон Представляете? То есть это была песня выбрана Ну, а почему и нет? Потому что Здесь же очень много туристов из России Очень много И чтобы сделать Туристам из России приятное Ну, власти И, как говорится Организаторы этого шоу И выбрали эту песню Молодцы Вот И, конечно же Фонтаны Знаменитые дубайские фонтаны Вот такие вот огоньки Которые сейчас видите Прожекторы под водой Это Как вы поняли Когда Когда здесь были Это Предвещает Начало шоу Фонтанного шоу И вот Началось Да Я У меня мысли сбиваются Простите Дорогие зрители Я забыл Самое главное Сказать Что Вот это сочетание Шикарная музыка Очень Хорошая акустика Свет Брызги Лучи Лазеры Вот эти вот Красивые Изгибающиеся струи воды Ахи-охи Со всех сторон Людей Потому что Ну, это Люди же Они же живые Они переживают И вот эта масса Стоит людей Там Десятки тысяч людей Наблюдают за этим действом Все стоят с этими Мобильными телефонами Снимают Смартфонами Слава Богу Что у меня Высокий рост У меня рост Два метра Это Только это Спасло Ситуацию Я смог Снимать Все это действие Потому что Я И то я руку Вперед Поднимаю Поднимаю Не только вперед А кверху Руку поднимаю Потому что Впереди Смартфоны 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 Невозможно Снимать Очень тяжело Снимать И только Мой Двухметровый Рост И Двухметровые Руки Значит Ага На два метра Рост Два метра Руки И того На высоте Четырех метров Я Снимаю Все это действие Здорово Великолепно Если вы будете В Дубае Ну Это 101% Здесь должны побывать 101% Потому что Это здорово Это все Вот это вот шоу Все что видите Это все Внесено В книгу рекордов Гиннеса По количеству Воды По количеству Этих струй По количеству Этих лазеров Все Самое лучшее В мире В Дубае В Эмиратах Очень любят То есть Они Что бы они Не делали Что бы они Здесь не организовали Для них Принципиально Важно Чтоб это было Лучшее В мире Понимаете Я вам сейчас скажу Один такой факт Я его еще не проверил Пойщу по интернету А кто знает Напишите пожалуйста В комментариях Вот такой факт Который меня Честно говоря Приятно Удивил Я Все время думал Что Дубай Ну не только Дубай Вообще все Эмираты Эмираты Они живут Благодаря Нефти То есть Нефть Это все Вот у них брыжет С каждой там дырки С каждой щели И Деньги капают 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 А тут я недавно Прочитал такую информацию Что оказывается Только 5 Ну там В разных Эмиратах По разному От 5 До 10% Бюджета Страны Это нефть А остальное Дорогие мои зрители Это уже Ихний труд Ихни руки Это туризм Это культура И так далее То есть люди Летят со всего мира Сюда Отдают свои денежки И это идет Все в бюджет И это не нефть Нефть кончится Она кончится Везде Она кончится И в Эмиратах Она кончится И в России Скоро И в Норвегии И нефть Скоро кончится Но она Не безгранична Ее запасы И люди В Эмиратах Посмотрите Что сделали Они сделали Так что Сюда Приезжать Безопасно Сюда приезжать Интересно Сюда приезжать Любопытно Я знаю Что очень многие Люди Сюда летают Ну я Про Россию Ну про москвичей Я знаю Таких людей Которые летают Все просто На выходные Дни На два дня Прилететь Посмотреть Это шоу Погулять Походить По магазинам Заняться Шопингом А почему нет Если вас не смущает Цена на Самолет Там в 15 тысяч Рублей Туда-обратно И гостиница 100 долларов 100 евро Милости просим Дорогие Дорогие наши Зрители В продолжение Нашей вечерней Программы В Дубае Мы с вами Отправляемся В отель Ла Перле Ну Надеюсь Что я не очень много Ошибок допустил В этом названии Большой современный Отель И главная Изюминка Этого отеля Что Только в этом Отеле Специально Создан Театр Огромный Театр И проводится Представление Которое Ну Физически Не может Никуда Гастролировать Потому что Для этого Представления Нужен Именно Этот Специальный Театр Вот посмотрите Какой Огромный Вот все Что вы видите Внизу Насколько я понял Вся вот эта Сцена Это Это бассейн В каких-то Местах Он закрыт Поверхностью А в одном Месте В центре Большой круг С водой Значит Сразу говорю Что дальше Я буду снимать К сожалению Смартфоном Потому что Подошли ко мне И Увидеть мою Видеокамеру Категорически Запретили Съемки Видеокамеры А смартфону Говорят Пожалуйста Снимайте И Парень стоял Сзади За моей спиной И очень тщательно Контролировал Чтобы я ни в коем случае Камеру В руки не взял Это меня Очень огорчило Огорчило В первую очередь Из-за того Что я не смогу Вам качественно Как я люблю Показать Этот материал Сами понимаете Что какой бы ни был Хороший Смартфон Айфон При такой Освещенности И при таком Большом расстоянии До сцены Невозможно Невозможно Качественно Показать Это представление А представление В двух словах Потрясающе Ярко Красиво Света Музыкальное Водное Акробатическое Шоу Я не знаю Как еще по-другому Его назвать Никогда в жизни Не видал Такого количества Воды Во время представления Такой знаете Типа цирк Дюссалей Только более масштабный Тут порядка 60-70 человек Иногда выходят Одновременно На сцену Потрясающее Такое Действо Но Маленький но Как Первое Как пенсионеры Да Я говорю Что очень дорого Для нас Было безумно Дорого Это примерно Самый дешевый билет Примерно 67-68 долларов Стоит Это первый момент И дешевле нет К сожалению Для нас Это очень дорого Я бы не пошел Конечно За такие деньги Но Так как Это у меня Был день рождения И моя семья Сказала Что Это мне подарок Ну Как говорится Подарок Подаренному коню В рот не смотрят Да Так говорят Зубы не смотрят И второй нюанс Опять-таки Как Для русского человека Воспитанный Все же Нашим Русским театром Или так скажем Советским театром Будем более широко смотреть Да Театром Станиславского Мне не хватило режиссу Мне не хватило Какого-то смысла Тут Какой-то калейдоскоп Невероятных событий Непонятной планете Что происходит Ну абсолютно непонятно Грохочет Шумит Бегают люди Прыгают Какая-то девочка Главная героиня У нее какой-то парень Главный герой Как я ни старался Смысл понять Очень тяжело То, что вы сейчас видите Это настоящая вода Это не иллюзия И первое мгновение Думал иллюзия Потом почувствовал Влагу Брызги Это настоящие Водопады Сотни Тысячи Если не миллион Литров воды Вылилось Одновременно На сцену Представляете Такого я нигде Не видел Никогда Что происходит Где это происходит Очень сложно понять Я обыскал Весь интернет Я не нашел Ничего Про этот сюжет Все Разводят руками И говорят Ну непонятно Ярко Красиво Ну непонятно Ну что я могу сказать Я понимаю Что это некая Классика Жанра Борьба Добра со злом Ну вот Все что я могу сказать Дальше Я мешать вам не буду Смотрите Значит еще раз Повторяю Это сейчас Вы смотрите Реальные звуки Картинка Со смартфона Там не помню 12 или 14 Где-то примерно Ряда То есть практически С самого верху Я снимаю Поэтому приношу Извинения Но с другой стороны Я хочу Чтобы вы это увидели А вдруг Кому-то это пригодится Я удаляюсь А вы не уходите далеко Наше путешествие По Дубаю Продолжается Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова 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 А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Что ты это? Ты хотела, как будто ты... Нет, я просто знаю, что тебя не может ухачивать. А вот наш отель, вот смотрите, вот как раз наш отель и даже наш балкон я показал, вот чтобы представление имели, как он выглядит. Ну, кому это интересно. Мы всегда, если есть такая возможность, катаемся на катерах, корабликах, совершаем водную прогулку. Потому что одно дело взгляд на любой город изнутри города, когда ты пешеход, да? А другой взгляд с моря. Как моряк. Посмотрите, какой вообще красивый вид. Вид потрясающий. Мы, кстати, даже еще не представляли, вот как это все выглядит. Мы-то приехали на метро сюда, и когда шли пешком, ну, что мы видели? Бетон, 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 бетон. А выехали, когда вот сюда на катере, посмотрите, здесь оказывается пляж шикарный, огромный, песчаный. Говорят, песок из Египта привезли. И это январь месяц. Да, ну, напоминаем тем, кто только что смотрит, что это январь месяц. Посмотрите, как красиво. Сколько построено зданий. Я не перестаю удивляться огромному труду, который вложен в это пространство. Здесь вы можете найти любое развлечение, которое только существует. И вот шикарные-шикарные отели, пять звезд. Тут номер в сутки стоит 500 тысяч и выше долларов. Вот, поэтому, ну, тут, как говорится, на ваши желания. Мы посмотрели с воды, да. Кстати, у нас было желание там погулять, но по времени мы не успели. Да, туда монорельс идёт и вон... Не монорельс, а трамвайчик. Трамвайчик. Трамвайчик, да. Туда можно проехать. Если вы там... А вот видите, парус вдали. Помните, мы с вами были уже возле этого паруса, отель Парус. Смотрите, тут вот всё, что можно, всё, что можно придумать. Вот самолётики, они что делают? Сбрасывают с парашютом желающих. Ну, в тандеме опытный парашютист. И вот тут прям-прям здесь находится... Смотрите, на воде стоит маленький аэродром. Летают вертолёты, самолётики. На воде всё, что угодно. За ваши деньги любой каприз. Да. У меня вот такое ощущение, что в Эмиратах они очень хотят сделать всё на лучшем уровне. И у них это получается. То есть, если вы не найдёте у них какого-то развлечения, то только потому, что они о нём ещё не знают. У них всё есть. Я только что хотел пошутить, кроме снега. Наврал. У них и снег есть. У них есть целое горное сооружение, как это называется, где катаются на лыжах. Вот всё, что есть. Смотрите, вот мы увидели такой трос. Я сначала думал, что так нелепо провода повесили в городе. А это не провода. Вы посмотрите. Жучки летают. Ой, 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 ой. Я очень захотел, но Алла меня отговорила. Мы спустились с нашего кораблика и отправились дальше на изучение замечательного, наикрасивейшего, современевшего района Дубая – Марина. Это, кстати, самый, говорят, перспективный строящийся район. Один из самых фешенебельных яхтенных пристаней в мире. Представляете? Ну, я уже говорил, что для Эмиратов очень важно, чтобы у них была самая. Если они делают яхтную пристань, то она должна быть самая лучшая, самая большая. Здесь всё, вот это всё, что вы видите, начали строить только в начале 21 века. 21-го, господа. Не 20-го, а 21-го. Построена трамвайная линия. Есть огромный универмаг. Две станции метро. Одна в начале, другая в конце Марины. Одна называется, если я не ошибусь, Дамас, Дамас, наверное, метро-стейшн. А вторая – ДМЦЦ метро-стейшн. Ну, посмотрите на схеме метро, вы увидите. Марину найдёте и две станции метро. То есть, в зависимости от того, куда вам нужно, вы можете выйти на той или другой станции. А мы проголодались. Мы проголодались. Мы решили зайти в магазин. А что мы купили, не помнишь? Ой, да мы что-то купили молоко, как всегда, очень вкусное. И какой-то бутерброд. Бутерброд. Ну, в общем, я вам написал цены. Мне несколько раз уже писали, мои зрители. Показывайте, пожалуйста, какие цены в магазинах. Честное слово, никогда до этого раньше не додумался бы. Но раз вы просите, мои дорогие зрители, я обязательно буду теперь впредь заходить в магазин и показывать. Ещё было предложение показать не только продукты, но и показать немножко, ну, как это называется? Шопинг. Шопинг, одежда всякую, да? Да, одежда. Показать. Буду стараться. Хотя это не мой профиль абсолютно. Я в магазине бываю крайне редко. Посмотрите, какой интересный памятник. Я вообще не понимаю, как он устроен. То есть трос, а на этом тросу вот памятник женщины, да? Или мужчины, непонятно. В общем, вот, как называется, циквилиприз, да? То есть, один трос и точка касания одна нога. Как это сделано, я не понимаю. За счёт чего держится? Ну ладно, равновесие. Это я могу представить. Можно выровнять. А если ветер, то вся вот эта конструкция может рухнуть. А посмотрите, стоимость парковки. У нас в Москве все ноют 50 дирхамов, да? Дирхамов. Это около 1000 рублей. Представляете? Ну мы к этому скоро приближаемся. Да, мы приближаемся. Час парковки. Вечер наступил в городе, ну просто стремительно. Я не понимаю, почему обычно так ветер, вечер наступает очень быстро в горах. А здесь пустыня, просто ровнейшая поверхность земли. И просто мгновенно мы шли, шли, шли светло. И вдруг раз. И темно. И ночь. И не успели мы заснять. Да, мы вообще спешили вот сюда, на этот замечательный пляж, чтобы увидеть, как солнышко садится. Пришли, а уже только розовый-розовый горизонт. Посмотрите, какой интересный пляж. И вот эта потрясающая, мне понравилась сцена. Восточная женщина в восточном одеянии со смартфоном. А это вот видно мужа с ребеночком своим фотографирует. И смотрите, какой красивый район. Я просто еще раз хочу вам напомнить, дорогие мои зрители. Вот все, что вы видите, это построено в течение последних лет 15. Здесь была пустыня, просто была пустыня. Больше не было ничего. Представляете? И газон, и пальма. Это не аттракцион, это ты говорил, по-моему, кафе или ресторан, да? Нет, нет. Там просто поднимают, но там можно что-то выпить, какой-то напиток. И потом опять тебя спустят. Ну, по-моему, поднимаются, крутятся там, да? Да, крутятся, да. Ну, такая странная штука. А вот турецкий мороженник, если вы были в Стамбуле, там это просто на каждом шагу. Это у них самый любимый такой... Аттракцион. Да, я называю его мороженник-наперсточник. Дурит народ. Если подойдешь к нему покупать мороженое, ты замучаешься, это мороженое получает просто... Ну, очень интересно. Да. Так, по-доброму так. Ну, по-доброму, да. Но иногда дети плачут, потому что никак не мороженое не достается. Посмотрите, как все красиво, как здорово все сделано, очень продумано, все для людей. Я знаю, будет вопрос, сразу отвечу на него. Мы смотрели меню, смотрели меню в ресторанах, кафе. Нам показалось очень дорого. Ну, к сожалению, дорого. Дороже даже, чем в Италии, да? Дороже, чем в Европе, я хотел сказать. То есть, опять-таки, отвечая на ваш вопрос, а уже такие вопросы есть, такие некоторые стихисты спрашивают, мы ни разу здесь не покушали. Ну, к сожалению, посчитав количество денег необходимо, чтобы перекусить, мы поняли, что мы покушаем дома. Смотрите, какой детский паровозик. Садишься и катаешься по большой длинной набережной. Очень красиво. Вот это что за игрушки, я не знаю. Огромное количество этих игрушек. Белки или кто это такие. Ну, в общем, для этого надо, чтобы были маленькие дети, и знать вот эти последние мультики. Ну, это знаменитая, как ее называют, французская, да, по-моему, карусель? Да, карусель французская. Мы всегда любим на них кататься, если нас пускают. Ну, сейчас Аллу, по-моему, опять не пустили? Или пустили? Или мы не спрашивали? А вот такой трамвайчик, который ходит здесь, вот, в районе Дубай-Марина. Посмотрите, какой красивый, изящный. Абсолютно бесшумный. Кстати, если будете здесь, будьте внимательны. Потому что он, если вы привыкли, как вот у нас в Москве трамвай ходит, его за 15 километров слышно. А здесь вы его услышите, когда он вам под задницу даст. Поэтому будьте осторожны, смотрите налево-направо. Очень-очень тихонечко он движется, практически незаметно. Смотрите, как в обычном городе бегают спортсмены. Удивительно, для нас было удивительно. Мы же тоже впервые здесь, да, вот в этих краях. Почему-то мы думали, что как-то будет, знаете, напряжение какое-то здесь. Здесь не было напряжения абсолютно. Более того, мы скажем, что в последнее время напряжение мы больше в Европе испытываем, да? Да. К сожалению. То есть приезжаешь, стоят БТР-ы. Да, в Милане, например. Да, да, Мила, в Пизе, вспомни. БТР-ы, автоматчики. Идешь и думаешь, господи, где ты находишься? Почему так много оружия вокруг? Ну, к сожалению, вот такой мир, такая планета. Такая планета, да. И все гуляют здесь, взявшись за ручки. Много, очень-очень много корабликов, которые все горят, светятся. Внутри ресторанчики, люди кушают. Замечательно, красиво, душевно. Не знаю, вернемся ли когда-нибудь мы сюда. До свидания, Дубай. Да, Алла говорит. А завтра в обед у нас самолет. Но вы не уходите, потому что мы завтра будем купаться. На следующий день рано утром мы проснулись. Собрали чемодан. Ну, у нас маленький чемоданчик такой. Мы много с собой не берем. И отправились на пляж. Потому что у нас буквально через несколько часов самолет улетал в Москву. А мы еще не искупались. А мы еще не искупались. Нас это очень огорчало. И хоть это был январь месяц, но мы же все же находились в теплой стране, в Эмиратах. Мы смотрели, завидовали, как другие купаются. Но у нас никак не получалось. Времени не было. Да и сейчас времени нет. Нам уже вроде теоретически надо ехать с огромной скоростью в аэропорт. Мы побежали, бросили все, бросили чемодан и понеслись на пляж. Бегом. От отеля до пляжа сколько? Ну, километр. Ну, да, наверное. Ну, километр где-то. То есть, в общем-то, бегом, бегом. Вот мы несемся. Ой, что-то мы не вертормашками бежим. А, вот так правильно. Вот. И бежим, и на пляж несемся. Народу было никого. Это было раннее утро. Ходили люди и собирали какие-то ракушки. Все, что море вынесло, да. А мы вперед. Я говорю, да ну зачем раздеваться? Давай так по-быстренькому. Раз. Ой, вообще мы разделись, да. И бегом понеслись купаться. Ну, вы, конечно, сразу спросите. Температура воды. Вот, честно говоря. Градусов 20. Градусов 20. Для меня было тепло. Нет, просто мы не термометр. Я про это хотел сказать. И вода такая, какая-то как, я не знаю, очень такая тяжелая, соленая. Ну, я не буду рассказывать, что в этой воде. Это все же большой город. Да. Ну, насыгоди. Много соли. Да. Много соли, да. Понят. Я получила настоящие просто удовольствие. Наконец-то я искупалась. Мы только об одном жалели, наши дорогие зрители, что мы мало купались. К сожалению. Ну, вы сами видите, с каким темпом мы путешествуем. Время было мало. То ветер, то непогода. Ну, мы поняли, что если мы сейчас не искупаемся, то... Мы приедем и скажем, да, мы не купались. И нас дети не поймут. Ну, не только дети. Вы, товарищи зрители, нас не поймете. Ну, что это такое? Ну, вы просто вообще наших, ваших друзей-котов просто не узнаете. Я плавал тут на реал, пытался найти раковину с этим самым, как называется, жемчугом. Тут же раньше, да, тут же раньше жемчуг добывали. Вот. А Алла побежала ко мне. Она говорит, как же так? Зрители так привыкли к тому, что у нас есть кота-руссель. А почему мы это кота-руссель еще не сделали? Я говорю, иди сюда. И так. И так. Кота-руссель. Товарищи, кто в первый раз смотрит мои фильмы, вы не знаете, что это запатентовано. Кота-руссель. Такого не делает никто в мире. Волны, тепло, никого. Мы одни были, на всем пляже купались. Да, у нас тут произошла очень интересная ситуация. Время осталось мало, попробуем рассказать. Потом мы поедем в аэропорт, и вдруг по дороге в аэропорт Алла вспомнит, что забыла свою любимую шаль. А помните, кто фильм смотрит сначала, я вам показывал ее на корабле. Посмотрите, говорю, обратите внимание на эту шаль. И Алла оставила ее в гостинице. Вот, подожди, на секунду, я нашла, нашла то, что искала. Да, нашла, что искала, нашла жемчуг, огромную жемчужину. Мы оставили здесь свою шаль. О том, как эта шаль приедет к нам в Москву, мы обязательно найдем время и где-нибудь расскажем. А так, не уходите далеко, мы продолжаем наше путешествие. Дорогие наши зрители, сейчас пойдет рассказ о дубайской метрополитене. Если вам неинтересна эта тема, 3 минуты прокручивайте фильм вперед, не напрягайтесь. Мы с вами прокатимся по метро, а мы катались по метро или в метро, как правильно? Мы в метро, катались постоянно. Мы постоянно очень удобно. Такси практически не пользовались. Раз там, один раз. Немножко, да. Очень удобный транспорт, очень простой, схема элементарная, длина 75 километров. Дубайский метро – самая большая в мире система автоматического общественного транспорта. И стоимость дешевле, чем московская метро. Это 75 километров, обошлось примерно 8 миллиардов долларов. Большие планы желают провести по всем Эмиратам, Арабских Эмиратов. И в Шаржу, и в Абу-Даби. Вот смотрите, серебряная карточка. Прислоняете, проходите, ну как в любом практически метро мира. Но очень важное дополнение. Обязательно на выходе тоже прислоните карточку, иначе у вас будет списана максимальная сумма. Розовый вагон – это вагон для женщин, и для маленьких детей – для 12 лет. Если мужчина бестолковый зайдет, или в золотой, сейчас расскажу, вагон, он получит штраф 100 дирхамов. Вот, это примерно 2000 рублей. Значит, мужчины, дорогие мужчины, даже если вы имеете длинные волосы и красивые глаза, не входите в этот вагон, иначе вас оштрафуют. Мы видели такую ситуацию, когда туристы, ну он просто не знал, наверное. Ну, туристы, да, они с чемоданами, только ехали с аэропорта. И все другие женщины, когда он вошел именно в этот, где женщины сидят, все начали головой мотать, мол, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вот так вот. Ну, и он встал и быстренько выскочил. Вот, значит, соблюдайте правила. Не жуйте жвачки, не кушайте. Это тоже штраф. В золотой вагон. В золотой вагон – это просто вагон первого класса, и надо заплатить в два раза больше, и любой человек может ехать в этом вагоне. Надо купить золотую карточку. Ну, это абсолютно не нужно. Тот же самый вагон, ничего там такого нету. Кофе там не раздают, виски не наливают. Да, что еще хотел сказать. В метрополитене пахнет. Пахнет таким, как одеколом, помните, раньше был? Ажон, по-моему. Ажон, да, такой типа апельсиновый запах. Сначала мне понравилось, но, честно говоря, через полчаса поездки или через час уже стало не очень хорошо. Ну, тут дело вкуса. Очень удобный вид транспорта, недорогой. Рекомендую всем. На такси вы еще дома успеете покататься. Значит, если вы хотите прокатиться в первом вагоне, надо ехать в сторону аэропорта. Тогда это первый вагон будет обычный серебряный. А если из аэропорта в город, то первый вагон будет золотой. Ну, что еще вам рассказать? Много камер видеонаблюдения. Более 4000 камер. Поэтому не нарушайте правила. Обязательно прокатитесь ночью. Изумительное зрелище. Вам понравится. Вот я вам... Просто экскурсия. Да, я вам показываю, чтобы вы понимали, что это такое. Ну, что вам еще сказать? Сейчас мы едем, в принципе, в аэропорт. Вот он, аэропорт уже показался. То есть станция метро прямо в аэропорту. Ну, мы-то с вами продолжаем дальше плавание на корабле. У нас дальнейшая дорога – это Аман, город Маскат. Поэтому не уходите далеко. И вот, как говорят моряки, отдать концы. Концы отдали. И наступил конец нашего фильма о Дубае. Конец нашего фильма об Объединенных Арабских Эмиратах. Наш лайнер «Аида Прима», а это по соседству МСЦ стоит, конкурент. Наш лайнер отправляется из международного порта Дубая. Когда корабль отчаливает от пристани, всегда бывает немножко грустно. Все туристы, что находятся на корабле, выходят на палубу и с грустью смотрят на удаляющийся город. Мы говорим Дубаю «До свидания». Будем мы здесь или не будем, еще неизвестно. Все может быть. Мы уезжаем с добрым сердцем, с хорошими воспоминаниями о людях, трудолюбивых, умных, умных правителях, которые все здесь организовали и грамотно сделали. И наш путь ведет в Аман и его столицу, город Маскат. Поэтому не уходите далеко. Наше путешествие, наш круиз продолжается.